Приветствую, друзья! Давайте просто поболтаем. Мудрые мысли, умные мысли. Вот, например, первый космический спутник, или ледокол Ленин, или полёт Гагарина. Революционные вещи. Так же, как и метод саморегуляции ключ. Потому что он стоит уже в интернете, и в книгах, и везде. Столько лет. Нет. Стоит и только развивается. Потому что он основан на естественных, инстинктивных реакциях самого человека. Ничего надуманного там нету. А только осознанное их применение даёт сразу новое качественное преимущество. Целая революция происходит. Когда человек вдруг свои собственные ресурсы осознал. И страх свой стал использовать. И просто нервное напряжение, волнение можно, оказывается, трансформировать в новые достижения. Ну, поэтому подписывайтесь на канал Ютуб. Подписывайтесь в Телеграм. Там очень интересно. Да. И что я вам ещё хочу сказать? Умные мысли. Ну, вот, например. Если не понял, выучи. Задумайтесь, как это правильно. Если не понял, выучи. Сколько людей сидят на том, что они что-то вызубривают, выучивают, не поняв. Столько знакомых слов нам кажутся понятными. На самом деле, знакомые слова, которые мы слышим, нам кажутся понятными, это наше заблуждение. Мы с Романом Газенко, с моим другом, психолингвистом, обсуждаем это часто. И с вами скоро будем обсуждать. Я жду его в гости, он приедет через день-два. Мы с ним встречу организуем. Зададите там вопросы. А потом мы с ним в последующем сделаем вебинар. Да, скоро. А сейчас будет вебинар. Ой, такой потрясающий будет. Я приготовил. Это самая современная там методика. Самая современная теория стресса. Самый современный алгоритм. Как использовать жар и холод в моделях для того, чтобы инстинктивные реакции проявить. В формате напряжения, расслабления. И потом применять эти навыки в любое время и в любом месте, без всякой жары и холода, при любых обстоятельствах. Это маленькое научное чудо. Но вы увидите. Сейчас будет объявление. Завтра, послезавтра будет объявление. Помните, у Фехтвайнгера, кажется, насчет «Если не понял, выучи». У него как было? У него было в сюжете художественного произведения мощного. «В эту ночь Тит овладел Береникой, но не познал её». Какой смысл? Ну, какой смысл мощный, но не познал её? Вот познавание, осознание, как мы говорим, чтобы понять, что это такое «понял». То, что ты понял, ты никогда не забудешь. А то, что ты выучил, ты можешь забыть. А сейчас в условии неопределённости валится такая противоречивая информация. Люди в неопределённости, в этой точке бифуркации, они ищут точку опоры. И мы как раз и для нашей школы человек будущего, Homo Futurus, школа человечности. Обратите внимание. Будущее человечества заключается не только в техническом прогрессии, а в сохранении человечности в человеке. И наша школа этому посвящена, и это наша миссия, и мы этим занимаемся. Ещё раз умная мысль. Запомните её, пожалуйста. Если чего-то не понял, выучи. Поэтому столько идиотов. Столько идиотов, и поэтому кризисы и войны. Потому что они на инстинкте подражания, подчинения манипуляторам и авторитетам следуют за ними, как за ледоколом Ленина. В фарватере. Да. Отчего это происходит? Ну, я уверен, долго так происходить не может. Ну, может, лет сто-двести. Но же эта история человечества, по сравнению с историей Вселенной, песчинка в море. А для конкретного человека, вообще конкретного человека вроде нет. Есть только традиции, обычаи, а дух и сама идея человечности. Его во всех религиях вылучен. Одна форма остаётся, одни традиции, формальности. Суть, смысл, дух, идеи приходят только с пониманием, с творческим подходом, в поиске наиболее простого решения сложных задач через призму общечеловеческих ценностей. Иначе происходят кризисы. Конкуренция, несогласованность, каждый за себя. Ну, то, что и происходит в мире. Но скоро, уверяю вас, через месяц-другой всё начнёт активно преображаться. Я не оракул. Я просто... Как это сказать? Я придумал такую фразу. Безнадёжный оптимист. И только такие, как я, и создаёт что-то хорошее. Потому что мы смотрим на мир и на жизнь с чувством надежды, гуманизма, оптимизма и созидательности. До встречи, друзья. Ждите объявления. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok